Друзья, если у вас нет возможности читать драму-феерию Леси Украинки, «Лесная песня», смотрите это видео. Это история о любви между обычным парнем и мифической лесной девушкой. Написала пьесу «Украинка» в 1911 году. Эту пьесу я читал на украинском языке, поэтому пересказ будет на языке оригинала. Для тех, кто не понимает украинского, включайте субтитры, я сделал перевод на русский язык. Лесная песня – это одно из первых произведений в украинской литературе, написанное в жанре фэнтези. Все события и пьесы происходят в старом лесе на Волине. Посреди него есть галявина с березой и дубом, рядом озеро. Весна. Все вокруг оживает, зеленее. Из леса выбег тот, что гребля рвает и залез в озеро. Сразу появились двое потерчат. Потерчат – это дитина, которая умерла нехрещеною. – Почему тут воду коломутишь? – спрашивают они. – Дай нам спокойствие. – Та я русалку шукаю, яку колись покохав. Так что, друзья, потерпите. Пёрнули дети в озеро и покликали русалку. Згодом звезти еще вылез водяник. Тогда тот, что гребля рвает, сразу пошел в своих справах. – Что, русалка, с чужинцами водишься? – спросил водяник. – Так он, как и свой. – Примерно и свой. Он мне воду постоянно коломутит. Иди на дно и сиди там. Дурная ты еще, доня. Он же тебя свалит, а потом кинет. Он такой. Прошло немного времени. Те же весна. Из леса на галявину вышли дядька Лев и его небеж Лукаш. Парубок шукал очеред, чтобы из него сапилку сделать. – Так тебе же их много, – каже дядька. – Нет, из очереда еще нет. Лев шукал место, где хотел построить дом. Сподобалась ему эта галявина. – Люди говорят, что тут лесовых духов много, – сомневался Лукаш. – Ну и хай, говорят, будем тут хату ставить. Пошли в своих справах. Из озера вылезла русалка, вернулась до лесовика. – Чуешь? Люди собираются тут хату ставить. Я их всех втоплю. – Спокойно, доня. Дядька Лев – человек хороший. – Его самого и его родителей не чипай. Тем временем Лукаш сделал сапилку и начал играть. До лесовика подошла мавка, которая покинулась после зимового сна. – Батько, меня эта музыка разбудила. – Это парень Лукаш играет. Ты его не знаешь, потому что он тут впервые. – Сдалику пришёл. Батько у него помер. Так дядька Лев взял до себя его с матерью. – Хочу на него подивитись. – Лесовым девчатам небезопасно задивлятись на людских парнях. – Будь обережна. На галявину вошёл Лукаш и подошёл к березе, чтобы надрезать её и сточити сик. – Как увидела мавка, что хотел сделать Лукаш, выбегла из леса и схопила его за руку. – Не убивай березу. – Ты удивна. Не хотел я её убивать. Лишь соку немного хотел попить. – Сик – это кровь березы. Не рожь сестри моёй. Я мавка лесовая. – Ясно. Вот ты какая. – Чув про вас от старых людей, но ещё не видел. – У нас в лесу всё живёт. – А лет тебе сколько? – спросит Лукаш. – Не знаю. – Родные есть? – Наверное. – Лесовика я назову дедусем, вербу – мамой. Пограй мне на сопилке. И Лукаш начал играть веснянки. Мавке так понравилось, что в ней аж слёзы выступили. Хлопец сказал, что может он здесь останется долго, потому что дядя Лев хочет его подружить с какой-то девушкой. – А ты её любишь? – спросила мавка. – Я ещё её даже не знаю. Это будет дядя Лев решать. – Мы, люди, подруживаемся один раз и на век. Лукаш почувствовал, как его подкликал дядько и пошёл к нему. А до мавки выбег перелесник. Это лесный парень. Он захотел обвинять мавку. Та втекла в лес. Перелесник побег её искать. На галявину вышли дядько Лев с Лукашем. Дядько рассказал, что его почти водяник не втопил. Тому он и крикал Лукаша на помощь. – Где ты был? – Сопилку делал. – Сопилку. – Меня ледь не втопили, а ты сопилку делал. Иди хмизу принеси. Багаття разпалим. Та я хоть зігрюсь. Пока Лукаш взбирал хмиз, до Лева с озера вышла какая-то примара. Лев встиг сказать какое-то крикало, и она снова вернулась к озеру. Лукаш пришёл, разпалили багаття и легли спать. Дядько быстро заснул, а парень встал и тихенько загарал на сопилке. На галявину выбегла Мавка, перелякана. Вона от кого-то втекала. Сховалась под березой. – Что с тобой? – спросил не Лукаш. – Встань, притулись к мне, я тебя защищу. Мавка притулилась, и Лукаш её поцеловал. Это всё видела русалка. Вона усмехнулась. – Всё хорошо. Вона моя подруга. – заспокоила Лукаша Мавка. – Но не всё хорошо. Русалка показала Лукаша по терчатам. – Видите того парня? – Такий, как он, за напасти вашу мать. – Надо его убить. – И что нам делать? – спросили дядьки. – Как-то приведите его до болота. А там я уже сам. Лукаш побег в лес собирать светлячков, чтобы накидать их в волосы Мавки. Ему было прикольно, когда в Мавке волосы светились. Так вот эти вогники, светлячки, сделали потерчата и заманивали Лукаша в болоте. Ну и заманили. То и упал, начал крикать на помощь. Прибегла Мавка и помогла парню вылезти из болота. Русалка засмутилась. Прокинулся дядька Лев и прибег на голос Лукаша. – Знакомец, это Мавка. Она меня спасала. – Ага, спасала. Это она тебя и заманила в болоте. – Нет, не правда это. Клянусь вам, – сказала Мавка. – Понятно. Если клянешься, то верю тебе. – Извините, дядя, что немного нагримал. – Значит, это были потерчата. – Приходите завтра, – сказала Мавка. – Я вам покажу красивое дерево для вашей дома. Прошло где-то полгода, уже позднее лето. На Галявине стоит дом, рядом есть город. Есть пшеница, есть жито, гуси, худоба. А Лукаш себе играет на сопелке. – Где ты, сын? – Ну, достаточно уже играть, работой занимайся, – говорит мать. – А то через эту ведьму ничем не занимаешься. – Она нам в всем помогала. Кто дерева для дома хорошенько показывал? Кто вам помогал город садить? Кто помогает худобу пастить? Она. – Да ещё никогда наши коровы не давали столько молока. И не было такого ворожая, как сейчас. Лукаш пошёл за сокирой в лес. А до дома подошла Мавка. – Чего тебе? – спросит мать. – Лукаша? – Негально девчатам так за парнями бегать. – Почему, как ведьма распадлена? Что это на тебе такое? Иди переводнись. Даже старый лев не понимал, почему его сестра так не любит девушку. Да и Лукаш начал иногда взрываться на ней через то, что его самого мать сварила. – Почему ты таким непривитным стал? – спросила хлопец Мавка. – Да через то, что ты не нравится моей матери. – Ну и что? – Как что? Она же моя мать. Ей нужна работа невестка, чтобы помогала ей в старости. Мавка не понимала людских проблем. Вона закохалась в Лукаша через его музыку. Адже только музыка могла щиро рассказать, какое истинное сердце в людини. – Сиграй мне на сопелке. – попросила девушка. – Не могу. Мать обороняет. – Ну то обойми меня. – Давай другим разом. Вышла мать. Сказала сыну и девушке идти работать. Мавка пошла серпом жито жати. Раптом с жито з'явилась полева русалка и начала просить Мавку не резать колоски. – Извините, сестра моя. Мушу я это делать. Иначе не будет мне счастья. А следующего года твоё поле станет ещё лучше. Если не я, то кто-то другой всё равно это сделает. – Порежь свою руку серпом, – благала русалка. – Скажи, что случайно порезалась и не можешь работать. Заткнула Мавка и порезала себе руку. А потом увидела, как мать Лукаша привела какую-то девушку. – Знакомься, ведьма. Это Килина, вдова. Она будет работать и мне помогать. Давай серп, потому ты очень ледящая. Килина взяла серп и начала жати. Швидко, вправо. Матери очень понравилось. Покликала Лукаша. – Вот, сын, помоги ей. И Лукаш начал рядом с Килиною снопы вязать. А Мавка стоит тихонько с боку и сумно смотрит на это всё. В обед мати покликала Килино, а до Лукаша подошла Мавка. – Нехай она больше в лес не ходит. Вона зла. Я по голосу и смеху это слышу. – Давай я сам буду решать, кто сюда ходит. – сказал Лукаш и пошёл в хату, оставив Мавку саму. И только старый Лев был добрым к девушке. – Это дом сестра, поэтому она тут господиня. – Если хочешь, на зиму приходь жить в моем доме в село. Как-то оно будет. – Нет, дядька. Не могу я из леса пойти. Тут мой дом. На вечер мати сказала сыну провести Килино до села. Той с радостью пошёл проводить. Мавка это увидела и сумна пошла к озеру. Села там и заплакала. До нее подошёл лесовик. – Что, доня, сумна тебе? – Зрадила ты сама себя. Раньше была, мол, лесовая царевна, а сейчас – как жебрачка. После лесовика до Мавки пришёл перелесник и начал залицяться. Схопил её и потягнул в танец. Долго он крутил девушку, пока она не зумела. И тут вдруг появилось Марище. Тобто той, что в скале сидит. Перелесник сразу же втёк. А Марище просто стягнуло руки до Мавки. – Геть свои руки! Я жива! – крикнула ему девушка. – Уже почти не жива. – Ходи мы со мной. Тебе сразу станет спокойно. Мавка почула кроки Лукаша и сказала Марище забираться. Лукаш голосно сказал матери – готовить на завтра хлеб, потому что он отправит старостей к Килине. Тогда Мавка подошла к Марище. – Бери меня. Теперь я хочу забуття. Тот, что в скале сидит, торкнулся девушка, и они двоих уничтожили. Прошел какой-то час. Холодная осенняя ночь. Более Лукашевого хата видно могилу старого лева. Более пня от колись великого дуба. Именно этот дуб лев всегда обещал охранять. До хата подошел привид Мавки. Из леса вышел лесовик. – Это ты, доня? Неужели тот, что в скале сидит, отпустил тебя? – Отпустил. Через твой злочин. – Хеба это злочин? Я только перетворил этого дуба на вовку лаку. А я своим любимым снова обратил ему человеческий образ. – И что теперь? – Не знаю, деда. Чекаю тут на него. – Справы в хате Лукаша были кепскими. После смерти старого лева женщины не думали берегти лес. Они рубили дерева, засмечивали озеро. Вот все жители леса и мстили женщин, как могли, чтобы им плохо тут жилось. А еще злые появились в их доме. Мати Лукаша и Килина постоянно сварились. Из дома вышла Килина и увидела Мавку. – О, а я помню тебя. Чего тебе? Нет тут Лукаша. Он твой любимец. И вдруг Мавка перетворилась на сухую вербу. С хаты до матери выбег хлопчик, увидел вербу и вырезал из нее дудочку. А с леса тем временем вернулся Лукаш. – Где тебя носило так долго? – спросила его дружина. – Снова пиячев. И пощастило же мне за такого замуж выйти. До Лукаша подбег хлопчик и простягнул свою сопилку. – Помоги, у меня не выходит. – Гарная сопилка. – С вербы сделал? – Да, с той. Лукаш подбегался в той стороне. – Что-то я не помню о той вербе. Заграв Лукаш те веснянки, которые когда-то играл в Мавке. Из сопилки донесся голос девушки. – Что оно такое? – не понимал Лукаш. – Кинулся до Килины. – Что это за верба? Кажи. – А я откуда знаю? – Возьми сокиру и срубай. Лукаш взял сокиру, один раз ударил по дереву, а потом не захотел рубать. Тогда Килина взяла сокиру, замахнулась, чтобы ударить, как раптом с неба взлетел перелесник и защитил вербу. Верба спалахнула вогнем. Полумья перейшла на хату, и хата загорелась. Мати и дети Килины выбегли из нее. – Ходим мы теперь в село, – сказала Килина Лукашу. – Никуда я с леса не пойду. Лукаш лишился в лесу сам. Звідкись до него подошла постать и сказала, что она доля. Поговорили немного, и она пошла от парня. Лукаш поднял с земли ту сопилку и сел под березу. До него нахилилась белая прозора постать Мавки. – Заграй мне, – сказала она. – Ты загубил моё тело, но наоборот дав мне душу. Лукаш заграв сумную мелодию, после чего появился образ Мавки. Лукаш кинулся к ней, но образ исчез. Сел до березы, закрив очи и усмихнулся. А снег засипал его сильнейше и сильнейше. Ось така история, друзья.